Радио 54 О сибирской публике слышали разные отзывы Вообще-то у вас такой город избалованный, надо сказать, театральным искусством Как интересно Да Ну и хотелось вообще почувствовать эту теплоту сибиряков Особый сибирский характер И как почувствовали? Вчера была премьера Мастера Маргарита Мы такой восторг от публики получили Во-первых, она так внимательно слушает, она реагирует в неожиданных для нас местах А в то, как они принимали позу спектакля Где интересные неожиданные места в Мастере Маргарите? Ну их очень много, но все равно же у нас уже там, по-моему, 45 или 47 спектакль, я не помню сейчас уже Ну то есть мы уже привыкли к определенным реакциям в Севастополе А здесь, ну, реагирует... Ну это странно, потому что в Севастополе, на мой взгляд, как-то больше публика меняется Ведь туристов у вас побольше, чем у нас Ну у нас летом, да, у нас летний период А, как раз тот момент, когда вы уезжаете Да, 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 да Ну и вот сейчас мы уехали, а так-то мы весь летний период мы работаем обычно Евгений, у вас как ощущения после вчерашнего первого спектакля в Новосибирске? Кстати, у Евгения недавно был день рождения, спрашивайте Спасибо большое И вообще, мы читали... Ведь мы все знаем На вашем официальном сайте, пост поздравления, Евгений, там, ну, такие слова Я так поняла, что это, ну, звезда Севастопольского театра Молодой сим... вот этот любимчик, особенно женской половины, наверное, да? Севастополя Я не знаю, ее жена Я не знаю, ты скромно, пожалуйста... да ладно, мы все читали На самом деле Но вряд ли сейчас жена слушает, можно сказать Унесли, наверное, вчера хапку цветов после премьеры Унес, унес, да Ну, унес, да, цветы Очень-очень теплый прием был Мы, конечно, не сразу Мы постепенно так вплывали, потому что Новая площадка, новый город Были какие-то трудности Без них куда? Но потом, конечно, очень-очень теплый был прием И у нас, я не могу сказать, что у нас комедия Все-таки не комедия, но очень много шуток в спектакле И прям мельчайшие какие-то полушутки Все, все Все заходило, да? Да, и То есть, ну, понимаем, что все-все погружены в процесс Все части одного целого И это не может не радовать Евгений, вы играли мастера? Нет Я играл Коровьева О! Мастер сегодня не пришел Ну ладно, пусть мастер отдыхает после вчерашней большой нагрузки Что еще привезли, кроме этого спектакля? Ну, у нас большой репертуар Мы, наверное, впервые его возим так далеко Так много спектаклей Мне бы очень хотелось, вот опять Учитывая то, что сегодня Вчера был юбилей У Евгения 30 лет И проэкламировать его еще в одной роли Да, вроде бы дядюшкин сон И возрастная роль Но вот он у нас такой молодой артист Что ему доверена роль дядюшки Сколько ему там лет? Это Достоевский? Очень много Там, по-моему, не указывается Не указывается В возраст Это говорится только о том, что это получеловек Полукомпозиция Глаза вставные Ноги пробочные Весь на пружинах Да Для Евгения такая роль, я думаю, не проблема Опять же, учитывая то, что мы о нем читали Вы много работаете И там много можете И прям вот вкалываете Понятие много работаете Входят дополнительные проекты Кроме работы в театре? Как правило, пока не хватает Но хочется Хочется что-то И попробовать себя, может быть, и в режиссуре где-то В кино В кино, само собой Потому что, ну, надо Ну, надо Хорошая причина Мне нравится А в режиссуре что бы вы хотели поставить? Были же у вас, наверное, уже какие-то мечты Не знаю Это пока такое сокровенное Очень, не знаю Нужно родить что-то Наверное, режиссер сейчас немножко напрягся Так Ну, нет, абсолютно Нет? Вообще, у вас в театре есть такая практика, когда актеры что-то ставят сами? Есть такая практика И у нас есть малая сцена, где идут моноспектакли И, в принципе, какие-то творческие заявки Вообще у нас отсутствует тоталитарная система в театре Поэтому, ну, достаточно А у кого же она присутствует? Ну, все равно как Говорят, что театр это, в общем-то, творческая диктатура По крайней мере, во многих театрах диктатура режиссера, она есть Вот у нас, в общем-то, демократия Евгений, подтвердите слова Действительно ли Григорий такой добренький режиссер? В руку можно положить, на что? На святая святая микрофон На конституции Прикрыть вот так Действительно, все у вас подружеские, да? Да, у нас Во-первых, никто не обделен работой совершенно У нас работы очень много У нас очень много премьер И для всех начинаний открыты двери, уши, глаза О том, что открыты двери, мы читали, в труппу будет прослушивание Да, 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 да Кто вам нужен? Может быть, кого-то из Сибири возьмете с собой? Мне кажется, будет много желающих уехать в теплый Севастополь Возьмем Нам нужна Джульетта Ой, я всю жизнь мечтала, возьмите меня Вы знаете, это уникальная ситуация вообще для театра, да? То есть, во-первых, девушек вообще неохотно уже берут Потому что очень много, да? Получается, что в драматургии женских ролей 30%, 70% мужских ролей Вот, и, ну, как правило, девушек больше всегда выпускается Но вот у нас возникла такая необходимость У нас уже есть в названии афиша В афише уже Ромео и Джульетта А Джульетта пока... Серьезно? Да, поэтому мы... Я прям заерзала на стуле А как вы репетируете? Нет, нет, у нас репетиции начнутся с 10 июля А еще не репетируете? Да, приезжает... Меньше месяца осталось Молодой режиссер из Москвы, выпускник Каменьковича и Крымова Андрей Маник, вот он будет вместе с нами отсматривать Вот это у вас действительно демократия Как это интересно Человек новый придет, 6 июля только набор в труппу И сразу через несколько дней она будет репетировать главную роль Да, да, ну как Это же мечта Вот это вот карьерный рост Это знаете, есть пьеса Петрушевской, да? Там актер говорит, я хочу играть Ромео Потому что играет котика всегда А она говорит, я хочу играть Ромео А ему ведущая актриса говорит Я 15 лет ждала роль Жульетты А ты сразу пришел и хочешь роль Ромео 15 лет, да? Уже пожухла такая Жульетта Да, да, да Ну вот это, к сожалению, такая... Давайте прервемся на рекламу И скоро вернемся в студию Поговорим о том, как у вас проходит год театра Да, да, да Есть еще такой вопрос Удается ли актерам на гастролях И вообще работникам театра Успеть посмотреть какие-то другие спектакли других театров У вас такое есть в планах? К сожалению, формируем афишу не мы То есть все равно это все с федеральным центром гастрольной деятельности Мы прилетели, вот, ну, часть прилетела в 11 вечера Другая часть в 5 утра И мы в 11 у нас уже... С корабля на бал, да? Да, мы сразу же начали репетировать вечерный спектакль Потом убежали уже все, ну, хоть чуть-чуть поспать Сегодня уже опять репетиция Поэтому очень плотный график И посмотреть коллег, хотя это важно И мы понимаем, что это такой момент Ну, но зато, когда к нам приезжают А у нас часто тоже гастролируют на нашей сцене У нас театр стоит прямо на море С окнами на море, с видом С этого же все началось с гастролей В 1900 году мы все читали Приезжали гастроли МХАТа Под руководством самого Немиревича Данченко и Станиславского И Чехов сам смотрел там свою чайку Вообще, говоря об истории театра Должен ли актер знать историю театра? И как у вас это заведено? Как-то старики посвящают новичков Это вот у вас, к слову, будет на борт, да? Что ждет новенькое? Ну, да, ну, у нас есть старейший музей И он такой у нас аутентичный То есть мы там ничего не меняем В каком виде он существовал Костюмы? Да, там есть и костюмы, афиши, программки У нас старейший руководитель этого музея И она так рассказывает очень подробно Поэтому, конечно, и молодые артисты приходят знакомиться там Ну, и так из уст в уста какие-то Ну, в каждом театре есть свои традиции Есть свои устои И иногда жесткой рукой, иногда мягкой рукой Значит, нашими отцами театра Нам расскажете традицию какую-нибудь? Ну, Евгений пусть расскажет Евгений, традиция в театре У нас есть прекрасная традиция капустников Поздравлять на 8 марта и на 23 февраля друг друга Это, мне кажется, замечательно Нас очень сильно сближает Дарит очень много положительных эмоций Творческие номера какие-то Между собойщики, да? Да, это внутри коллектива Это прям вот почти полноценный спектакль получается Но это очень смешно Ах, завидуем вам Они талантливые Всегда хочется поприсутствовать на чем-то подобном Когда для своих это немножко другое Я был, подтверждаю, это всегда весело, да Здорово Спасибо вам огромное Это еще не все Мы вас хотим немножко напоследок еще помучить А так много еще хочется Благодарна передача, благодарны слушатели Мы желаем вам удачи Спасибо, что пришли Спасибо, что пришли Я все-таки верну еще маленький последний вопрос Перед тем, как вы расскажете Забавные случаи жизни Какой у вас самый кассовый спектакль? Вот самый такой... Да, хит Ну, вы знаете, в Севастополе Кассовыми спектаклями становятся премьеры Да, а дальше уже начинает серафанное радио работать Вот если, допустим, премьера удачная То дальше, ну, наверное, самый кассовый у нас была Анна Каренина Очень долго шел и идет До сих пор в пьяншлагах Потом вот сейчас мастер Маргарита Собственно, ее и привезли к нам Да-да-да, и мастер Маргарита На которую вообще очень трудно попасть Классику, в общем, почитают в Севастополе Ну, хорошо, спасибо, что успели ответить Давайте перейдем к бантику нашего интервью Это забавный случай из жизни Ну, я начну, да Давайте Я когда-то в юности тоже работал артистом У меня актерское образование первое И вот сейчас мы, кстати, работаем над Шукшиным У нас запускается спектакль «Точка зрения» И вот в юности, когда я работал актером Был спектакль по рассказам Шукшина И вот когда, значит, а начиналось место действия на кладбище А приехали тоже на гастроли куда-то И помощнику режиссера говорят Там в следующей сцене нет телефона Давайте ищите срочно телефон И она побежала искать телефон И вот мы стоим на кладбище у могилок И вдруг так цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок Как поднять трубку и сказать, алло, алло, да-да-да, иду, иду, иду Играть было после этого невозможно Вместо того, чтобы плакать, смеялись Евгений У нас масса всяких курьезных случаев И очень трудно, когда вот по команде Вытащить какой-то самый смешной из сундучка Но вот из того, что вспомнилось Спектакль мастера Магарита Бывает очень много связанных по разным причинам курьезов Кто-то текст перепутал, кто-то не сказал Но еще смешнее, когда внезапно актер, партнер тебе предлагает что-то новое Когда он экспериментирует, пробует Вот у нас в спектакле мастера Магарита Не останавливаемся, постоянно что-то придумываем И там есть момент, когда Коровьев, я, да, в костюме НКВДшника Потому что я там придумал себе шутку Что я как по-экспериментски раскрываю плащ Зову кота Сделаю, он на меня порвачивается В общем, как-то реагирует Ой, фу, фу, кошмар И тут партнер мой, Саша Прываев, решил Вот попробовать что-то новое Я, значит, его зову И он делает так, раз, вверх Где зовут? Я, ладно, еще раз Он, раз, опять в другую сторону А мне нужно дальше уже там текст говорить Я, в общем, я уже топал ему там Что-то махал руками В общем, я его мысленно, конечно, обматерил И плюнул, пошел дальше Эксперименты, они такие Очень много, да, разных оговорок Говорят физики, отрицательный результат тоже результат Спасибо Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM